Доброе утро! Всем привет! Решили покушать? Сегодня что-то... Наверное, до того, что вчера на час раньше легли. Полдесятого уже спали, сегодня встали все добрые. Никто не ругает, никто не дерет, никто не ябедничает друг на друга. Прямо лепота. А вчера что было? Бози-бози! Вот она сегодня решила в юбочке пойти. Ну-ка, покажите. Понедельник, завтра выходной. Женя тоже решила в юбке пойти. Только Женя под низ еще пододела эти танцевальные шорты. даже если где-то бегает, задерется. Там у него шортики. Все, да, доча? Ну. Что ты там, носки найти не можешь? Потому что все синие, зеленые, голубые. А какие надо? Хочу либо серые, либо белые. Ну ты, милка моя, ты ж сама такие, в магазин пойдем, она увидит там какие-нибудь зеленые, в крапинку. О, какие! Ты ж всегда такие выбираешь, дочь. А как куда-то идти, начинает серенькие выбирать. Ну, неужели там нету? Целая сумка носков. Бедный ребенок. Нечего надеть. Нечего. Пошла? У нас в понедельник приедет фотограф, будет фотографировать. Очень многие согласились, потому что у нас же в садике нет фотоальбома, и многие написали, мы будем фотографироваться. А меня бы фотографировать? Ну, на общую фотографию я там с букварем выбрала еще. Ну, про девчонок не знаю, молчат. Такое вам только приятное. Ну, вы можете, кстати, я же приучилась. Так умела. Мне сказали, дышать, мы с Латой будем учиться кувырки делать. Женьки, надо меня выпить. На танцах? Угу. Да, я делаю, я делаю. Проводила детей в школу. И сейчас начну уборку сначала у Томы. Конечно. Мыло-мыло стол, но все равно опять все испачкала. В общем, надо немножко прибрать. цветы такие красивые. Так и стоят. Столько поделок всяких. Молодцы, девчонки. Здесь на танцы костюм чистенький. Сейчас его аккуратненько складу. Коробочку Тома сама сделала. Все обклеила какими-то сердечками тут еще. В общем, сначала эту комнату сейчас все приберу. потом пойду в следующую. Так-то в комнате чисто. Единственное, что Тома играет и все разбросано. Это даже трогать не стала. Забрала спортивную стирку. Вот так вот у нее в комнате. Своя София приедет, скажу, чтобы убрала. Иначе это все потеряется. Будет очень жалко. Она, конечно, Тома все, что ей подарили, она все пооткрывала сразу. Вот это вот так вот в классе дарили. Здесь вот тоже. И там все сразу. Она хочет все сразу. Пазл тоже у меня нам Лена прислала. Тоже открыла, я все убрала. В общем, хочет все и сразу. И в итоге все это лежит. Сейчас стирку уберу. Ну и теперь комната детей. В общем, тоже сейчас кровати заправлю. Все накидали. Ну и успевают утром. Спят до последнего. Начинаю 7 часов будить. Кое-как в 20 минут встают. Конечно же ничего не успевают. Хотя вроде как засыпают нормально. все равно. В общем, надо навести порядок. Вот такой девчонок. Не грязно, нет. Ну просто все раскидано. на окне фотографии. Надеюсь скоро Настя повесит их сюда на эту стену. И на окне тоже будет чисто. Девчонки сейчас тогда как-то не лазят, ничего не ставят, шторы не трогают. Нормально. И знаете, все-таки очень удобно, когда здесь вот раз отодвинул и окно открыл. Все, пойду на кухню. Поставлю стирку. Мы, конечно же, позавтракали с Васей. Новости смотрели. Ну, сейчас осталось посуду убрать. мало. Мы вдвоем только завтракали. И подумаем, что же приготовить. Я хочу обрадовать Женечку. Ей очень редко, когда что-то присылают. Но сегодня Любовь Созина написала я так обожаю Женечку и решила на тебе денежку присылать. Спасибо большое. Я ей написала, что Женя будет очень-очень рада. Женя редко присылает. Вот. Поэтому спасибо, Любовь. Спасибо большое. Да. И сегодня еще на Валберис пришло девчонкам что-то. Не знаю. папа потом съездит. Там не знаю что, но в общем папа съездит, там получит и вам тоже передаст. Спасибо. Дома-дома уже давно. И Санечка прибежали, что не переодевались. Санечка, садись туда, а то вечно разбегутся. было технологией. Там мы работали. Санечка, кофточка красивая, воротничок какой красивый. Они вообще похожи, ткань похожа. Только у Женечки простой воротничок, а у Саши вот такой красивый. Сейчас дети прибежали, с друзьями собрались гулять. гулять. спасибо. Спасибо большое. Все, переодевайтесь, дети. Пока у меня только запеканка. Вот такое сделала. Сейчас только сыром посыпала. Поставила допекаться. Там картошка, грудка, помидоры. Заливку я с майонезом никогда не делаю. Мне кажется, с майонезом очень-очень жирно. Я добавляю яйцо и сметану. Как-то пробовала делать с майонезом, мы не смогли есть. Для нас это очень-очень жирно. Папа что-то там все бегает на улице. Он там уже штукатурит стены. А я... Стены штукатурит? Нашки одежь. Смотри, мама, как ходит. Я в носках хожу. У меня ноги мерзнут. Сроду у меня такого не было, чтобы у меня ноги мерзли. А у меня мерзнут. У меня утром не мерзнут, вечером не мерзнут, только ночью мерзнут. Только ночью мерзнут. Девчонки убежали гулять. Они прям только одни футболки и шорты. Ну у нас плюс 28. На самом деле погода просто прекрасная. Хотя вчера шел дождь, уже вообще не видно, что он был. Настя вчера мне мама такой крупный дождь Так он высохнет буквально сразу. Конечно он и высох. Да? Даже не видно, что дождь шел. Сима, не видно, что дождь шел? Надо ее подстечь. Что? Остает? Тома. Девчонки убежали. Но Тома даже уже не просится. Вот Вася уже начал штукатурить. Иди сюда, милая. Пойдем. Ну это хорошо на улице. Конечно все. Смотрите как у меня перец нарастает. Я не ловился, мы острый выкинула. Один испортился? Да, один испортился. Мы только что снимали, что Женечке Люба прислала денежку. И буквально сейчас же пришли деньги от Марии Витальевны с Петропавловска Камчатского. Тебе написано Томочки от Марии Витальевны. Спасибо большое. Вот. У нас там написали зрители, что я не отдаю деньги. Как это не отдаю? Тома Тома мокра мокра, тихонько. Ой, какая ты грязная. Ты так папке помогала? Да. Все я деньги отдаю. Женя сейчас отдала, она побежала уже с друзьями. Женька у нас она как Настя, она такая же транжира. Она вообще деньги не умеет береть. Вот побежали с друзьями. Ну пусть все равно ей очень приятно. Очень. Я даже Люби написала. Женя редко присылает. она очень обрадуется. Конечно ребенок очень обрадовался. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Так, папка что-то вроде малину собирал. Папка, малину собирал? нет нет еще. Знаете, что я Ваше вчера предложила? Я говорю, вот здесь вот наверх сделаем, сделаем, все равно сделаем. Я говорю, это, вот здесь вот сделаем площадку и сюда поставим бассейн. А то там с березы все время падает, а тут будет как бы навесик, тут стол будет вот этот стоять. Ну, тут же открыто будет. А сюда бассейн перенести. Ой, я не хочу, у меня тут виноград будет. Короче, не знаю. Ну, нормально я предложил. Я нормально предложила сюда бассейн поставить. Тут, по крайней мере, не будет в дерево падать ничего. У вас большая проблема из-за того, что с дерева все падает. С березы. Даже сказал сюда, подумал хорошо? Да. Ну? Что, сормят городил от персика, чтобы мусор в дереве не надо ничего городить. Листья все равно от них будут. Да? Да. Тем более, что обрабатывать его надо. Ну, в общем, сюда. Надо было сразу, наверное, сюда. А виноград мы куда-нибудь придумаем. Этот виноград. А что у нас тут? Не содрели еще? Это что? Пап, что за дерево? Абрикосы? Наверное. Сам не знает, что это. Это, по-моему, дичка. Дичка. Купила тебе дичку продали? Нет, это которые были здесь. Ну-ка! которые были в саду и все пересадил. У нас грязные. Не трогай. Фу, она грязная. Иди помой. Фу, грязная. А, это ты просто пересаживал. А это яблонька, да, по-моему? Это все персики. А, персики все? Да. Вот с этого дерева вкусные, крупные. Это, настоящие. Ну, и следички можно будет убрать. А тут отрезал, с этого курилил. Нет, это персик. Вот тут были крупные, настоящие, такие, прям, большие. Мы их съели. Да. Очень вкусные были. Ну, и все съели. Ну, если все. Это рыдички, просто отрезать и прививать. Вот эти прививать. Ну, да, да, можно так, ага. Корневая хорошая получается. Ну. Настя уже Софийку заберет, приедет. Ну, Надя тоже. Видите, другой сорт яблок и уже нормально. Вы с этой стороны все собрали, да? Ну, Надя всегда говорит, берите, собирайте. Сядь, где такой низкий? Сорвать? Да. Ну, давай, срвай. Помой только. Вот сколько яблок. У нас такого сорта нет. Ну, говорю, Вася, много тут чего понасадил, может быть, потом что вырастет. Кстати, груши здесь были, мы тоже их наверное съели, да? А они все упали. Смотрите, как яблоко интересно растет. болтает. Вот одно яблоко немного красненькое. Милея, там крыжовник очень колючий. Да, и вон еще яблоко есть. Вон яблоко. А завтра дождь передают опять. Ну, едят дети потихоньку все равно. И Женя вчера говорит, ела. Мы работаем моим. Молодцы, помощники мамин с папой. Я боюсь, молим тебя все ванюшки. Он тоже живет мой. Руков ног задавали? Нет? Ну, еще ничего не посадал учитель. Я знаю, что там делать? Кстати, Саша сегодня звонил. Брат. долго так с ним разговаривали. Я говорю, Саш, приезжай в гости. Я подумаю. Я говорю, смотри. Может, совсем холода наступит, приедет. Я подумаю. Я говорю, у нас уже всего трое девчонок дома. Тишина, они большие уже. Настя тоже ему звонила. Тоже звала. Ну, что, подумаю, подумаю. Все у него хорошо. Говорит, брат, Витя приехал там в гости. У Андрея сына, наверное, на ничего еще не варну заберут. Ну, на срочную пойдет, как к Антон. Ну, все хорошо. Все, долго поговорили с ним, посплетничали. Болг все. Настя звонила разу три. Мама, с кем-то там все. Я говорю, да, Саша позвонил. Приехал из Пасечного в Тюхтет. Так мы с ним поболтали немножко. Ой, ты вперед мамой бежишь? Айда бегом, айда. Айда бегом. беги, я играю. Ты ждите, Миша играла, играла, да? Ох, ты моя сладкая. Ой, ну-ка давай разувайся. Садик ходила, да? День Оля. День Оля. Оли нету? Нет. Оля болеет? Нет. Ну, все, пошли. Моя ты внученька, моя ты красавица. Устала совсем? Да. Ну, иди сюда, иди. Иди. Поздоровайся со всеми. Скажи всем привет. Привет. Отвыкла уже от камеры? А? Ай, в садик сходила, прям на целых полдня, да? Да. Да. Иди поцелуй тебя. Детей нет никого. Думаю, сладкая девочка. Девчонки гулять убежали, Тома у папы музыкалку повез. Ну, до воскресенья у нас. Опа. Ой, как мама красиво прическу-то сделала. Да. Какая красивая девочка. Как красиво мама тебя одела, да? Папа, почему гуляйся? Не снимай, не снимай. Снимай. Ну, там мама идет. Что-то тащит, какую-то палку тащит. Что-то палку ты там тащишь. Сейчас папа тащит. Смотри. А, ты заказала себе сумку? А, все ходит в наших старых воде. Мама, ты знаешь, как она удобная? Короче, еще в комплекте идет шопер, но я не знала. Потом этот овель макайкова, смотри. Это для лялечки, да? Да, смотри. Вот тут термо эти. Видишь, таскать? Посмотри, все влезло. Ага, травочки. Значит, все влезло, много карманов, слишком уместительный. Не заглядывай сюда. Здорово, если ты хочешь. Всем привет. Не заглядывай сюда. А тут ты на коляску вешаешь. Не заглядывай сюда. Я вам небольшой секрет открою. Ну, надеюсь, нас ты не против. Ходила она на УЗИ, и ей сделали фото Маша. Один в один с Димком. Представляете? Вот, ну, один в один. Надо же так вот. Прям это я... Мы все посмотрели. Мама, он похож на Софийку на маленькую. Да? Настя, потом Софийку как только... Нет, ты большая, большая. Младей, дяди, Тома. И Настя такая сразу. Младей, дяди, Тома. Мне кажется, у нее сразу все поменялось. Она говорит, хочу коляску купить. Хочу Тома. Тома сейчас папа деда привезет с музыкалки. Все, все сразу хочет покупать. Потому что еще А тут увидела прям личико. Там все видно. Уже как будто прям совсем уже. Все на таком сроке он может быть спокойным. Рожают люди и 7 месячных и 8 месячных. Ой, я смотрю, смотрю. У него вот эта верхняя челюсть как у Марины. Марина приезжала, я уже видела. надо же. Опять гены перебороли. Майя. Ой, нельзя так целиться. Нельзя. Это моя девочка. Я сказала, никакого оружия в доме не будет никогда. Нет, он не купил. Ну? Никаких пистолетов дома не должно быть. Ну-ка расскажи, что она сегодня тебе творила. Это ну-ка расскажи, что ты дома сегодня устроила. Ты маму укусила? Да. Это разве можно так делать? Ну, я нечаянно. В смысле нечаянно? Ты меня разорвать хотела. Я нечаянно. Ага, нечаянно. Встала возле комода вот так вот. Не дает вещи взять. Я эти вещи доставать. Она руки туда защемляет. Когда только с дома вышли, все. Я пойду играть. Там Оля ждет. Опять забираю. Мам, Оли опля. 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 Ну, ничего. Я потом писала встань. Она говорит, все прекрасно, все хорошо. Кушает сидит, спокойно играет. Она просто меня проверяет все дозволенности. Я хочу другое слово сказать. Прокатит ли ей такое поведение или нет? драла на сегодня ее режут. Ну, ты Софа, Софа. Я говорю, ты моя доча. Она говорит, я не доча, я Софа. Все как некрасиво. На маму нельзя так на луну. Ничего. Ладно, кушать будете? У меня запеканка с курицей готова. Пил, пил, не надо. Пил, пил. Так. Мам, наконец-то приготовила папку его вкусняшку. Тут перец, помидоры и чеснок в конце добавила. Посолила, поперчила. Жарила минут, наверное, 15, хотя по рецепту 25. За тобой хочет идти? Да. Лучше отойди, говорит ему. Ну, что, иди домой. Ну, иди домой. Не надо с нами ходить. Да. Пусть он не за тобой идет, он просто идет. Идет все равно? Да. Ага. Садик пошла? Да. Воспитатели говорят, как Софийка подросла, как она хорошо стала говорить. Иди сюда, ты сейчас деда подъедет. Мы Тому ждем, сейчас ее с собой возьмем. Мой деда. Где она? Это деда, блин? Да. Он выключает телефон, сейчас я на него ругаться буду. Невозможно дозвониться, невозможно. Я говорю, вот так что-нибудь с нами случится, а мы до тебя так и не дозвонились. Я не знаю, почему он так делает. Отключает звуки, все, и не дозвониться. не трогай его, совершенно. А на бе? Конечно, не надо трогать. Я вот так. Вот берешь там с Валберес, которые съездили мы на Валберес, сейчас покажем. Девчонкам пришли подарки от Кристины и от Анастасии. Солк, это Женя. Женя. О, научилась. Да. А, как это, мозг дорос до этих букв и научилась. А Дарина все равно не может. Скажи, Дарина. Зеня. Зеня. Девчонки пришли или не пришли, не знаю. Что-то пришло на почте. Ладно. Киса, что такое мяу? Что такое мяу? Киса, скажи дети. Зеня. Зеня. Я говорю Зеня. Заводи.